Я слушаю Ваш вопрос. Мой вопрос, как готовится руководство района, в том числе Совет депутатов, к возможной агрессии, возвратной агрессии на сторону Белоруссии, Хойникский район. Ольга Викторовна, Ваш вопрос касающийся полномочий района Совета депутатов еще есть? Нету. Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, у Вас еще вопросы по жизненебеспечению Хойникского района есть? Да. Нету. Спасибо за звонок, до свидания. Здрасте. Да, здравствуйте. Я не из Вашего района, но хочу вопрос задать. Сейчас там от Вас техника военная едет все время в сторону Украины. И я переживаю за то, что в нашу сторону может полететь ответка от кого-нибудь. Что у нас по поводу, не знаю, ну такой ситуации, как себя ведет местная власть? У Вас есть какой-то план для мирного населения в случае агрессии в нашу сторону? Ну, я могу только сказать то, что у нас ситуация спокойна в районе. А остальные вопросы, которые Вы задавали, ну, к сожалению, не относятся к компетенции Брагинского районного совета депутатов. А что относится к компетенции Брагинского района совета депутатов? Это условия жизни населения Брагинского района. Да, собственно, меня интересуют условия жизни людей Брагинского района, потом других районов. В том случае, если из-за того, что мы участвуем вот таким образом, как плацдарм, нам прилетит. Вы действительно совсем не занимаетесь этим вопросом? Вы считаете, что все хорошо? Мы совсем не занимаемся этим вопросом. Этими вопросами занимается Министерство обороны. Я советую Вам сюда подзвонить. А Вы, как депутаты, чем занимаетесь? Я Вам уже сказал. Улучшением жизни населения Брагинского района. У Вас получается? Конечно. Ещё вопрос у Вас. У меня вопрос один. До какой степени вот это вот Вы всё будете устраивать жителям Беларуси? И почему у Вас нет ни совести, ни чести? Вы сейчас ко мне обращаетесь? Да. И непосредственно к Вам в том числе. Потому что Вы взрослый человек. И Вы допускаете такие вещи в своей стране. Вы подчиняетесь преступной власти. Вы подчиняетесь преступной власти и несёте за это ответственность. Разговор. Да, Вы можете закончить этот разговор, но это не освободит Вас от ответственности. Хорошо, спасибо. Вы сегодня прячете голову в песок и подставляете людей под бомбы. Этих людей Вам доверили для улучшения жизнедеятельности. А Вы превращаете... Сейчас обращаетесь. Да. Вам лично я сейчас обращаюсь. У Вас вопросы по существу есть ещё? У меня есть. Это несущественный вопрос по-вашему. Почему Совет депутатов не разрабатывает никаких инструкций для местного населения? Зачем? Зачем? Да. Вы можете лично гарантировать, что эти инструкции не понадобятся, что это не нужно? Я гарантирую, что это не понадобится. Прекрасно. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Я не жительница Вашего района, но меня интересует та ситуация, которая сейчас в Барановичах сложилась, в том числе на военном аэродроме. Скажите, пожалуйста, а если, например, будет какая-то ответная реакция, райисполком готовят какие-то инструкции или какой-то план действия для мирного населения в районе? Нет, ничего не готовят, у нас ничего не планируется. Белоруссия не принимает никакого участия в военных действиях на территории Украины. А то, что вот техника российская из Белоруссии едет, это не считается участием? Ну, я, по крайней мере, в Барановичах не видел этой техники. А вы новости читаете вообще или вы только в Барановичах знаете, как обстоят дела? Я занимаюсь вопросами жизненебеспечения, водоснабжения, канализации на территории Барановичского района. Что вы хотите еще узнать? Ну, я хочу узнать, почему белорусские чиновники, в том числе на территории районов, в которых есть военная техника, ну, я не знаю, может, это некрасиво так сказать, но прикидываются шлангами и делают вид, что ничего не происходит. Я не знаю, вам не страшно? Вы себя не считаете гражданином Белоруссии? Я считаю гражданином Белоруссии, мне не страшно. Республика Белоруссия в военных действиях не участвует. Это вам где сказали такое? Это где такую новость почитать? В средствах массовой информации государственной. А если на нас... Другие средства информации я не читаю. Ага, ну, смотрите, а других вы не читаете, но это прекрасная позиция, потому что можно жить в святом неведении, конечно. Но я вам расскажу, что недалеко от вашего района, в общем-то, идет война в соседнем государстве. И так как мы соседи, то, ну, как бы, есть такой всегда риск, что нам может попасть в какой-то степени. Ну и, в принципе, если на нас нападет, например, сегодня из-за того, что у вас там стоит военная техника, на нас, например, нападет вероломно НАТО. А местная власть вообще ничего не комментирует на этот счет. А как людям себя вести? Вот сейчас в Киеве люди сидят в подвалах, в метро, ну, прячутся от бомб. А что делать с белорусом, если у нас такое начнется? Почему вы никак не реагируете на это? Жить спокойно. Что значит жить спокойно? У нас предпосылок никаких нету для того, чтобы что-то вводить. Это вы мне лично гарантируете? Это откуда-то? Я вам лично говорю. Я живу спокойно со своей семьей. Предпосылок никаких нет. Внимательно слежу за государственными средствами массовой информации. Вообще, не знаю, мне иногда кажется, вот честно сказать, что наши чиновники, они не настоящие. Вот плохо, что у нас нет видеосвязей. Было бы интересно смотреть, если там вообще живой человек сидит. Впечатление, что вы роботы. Спасибо, я вас услышал. Что еще хотите вы от меня услышать? Вы меня можете обзывать, как хотите. Я хочу от вас услышать что-то человеческое. Я ответил на ваш вопрос. Да, вы ответили на мой вопрос, и я в шоке. Который раз. Спасибо, это ваше право. Ну хорошо, живите спокойно. Да, и вам того же желаю. А если вас призовут, пойдете воевать? Пойду, конечно. За Путина? Если будет необходимость. Вы пойдете воевать за Путина, против украинцев? Я буду защищать свою страну. От кого? Что мне скажет государство. Какая будет государственная обстановка. А у вас своя голова на плечах есть? Или вы только через голову Лукашенко... Я ответил на ваш вопрос. Я ответил на ваш вопрос. Вы только через голову Лукашенко думаете? Я ответил на ваш вопрос или нет? Ваши домыслы меня не интересуют. Росполком. Здрасте. Здравствуйте. Это Елена Дмитриевна, правильно? Да. Елена Дмитриевна, я из Октябрьского. Да, но у меня такой вопрос в связи с тем, что сейчас происходит. Ну, то есть из Мозыря, из Калинковича в том числе тоже едет военная техника. И один мой вопрос, собственно, связан с тем, что, ну, как вы не переживаете за то, что за такие дела нам может прилететь, не знаю, какой-то ответный удар? И как готовится вообще местная власть к такой ситуации? Есть ли какие-то рекомендации для местного населения? А чего вы, позвольте поинтересоваться, из Октябрьского звоните мне. А почему нет? Потому что у вас танки перевозят. Они ехали через мою деревню в Калинковичи. Поэтому я вам звоню. Я танков не видела. Если вы их видели, позвоните своим местным властям и поинтересуйтесь у них. То есть вы танков не видели. А вы знаете, что война в Украине и что танки едут из Мозыря, из Калинковича туда? Ну, вы знаете, я просто читаю, телевизор смотрю, да. Ага, отлично. Но танков вы не видели в Калинковичах? Я не знаю, может быть, они и были танки в Калинковичах. И как я должна по-вашему этому относиться и вам это комментировать. Нет, я у вас никак не надо мне это комментировать. Мой вопрос очень конкретный. Я спрашиваю, как местная власть готовится к возможной, к вероятной, к возможной агрессии в нашу сторону. А если на нас НАТО нападет из-за того, что танки базируются, если они начнут их бомбить, как военный объект. У нас какие-то есть вообще мысли по поводу того, что делать мирному населению? Вы, пожалуйста, позвоните местной власти в Октябрьский райисполком. Я так и у вас спрашиваю, потому что танки у вас базируются. На вашей территории есть исполком. И поинтересуйтесь в своей местной власти. Все, до свидания. Подождите, еще не все. Подождите. Еще перезвоню. Александр, пришлите мне еще номер Мозыря. Райисполком. Алло, подождите, не бросайте трубку. Зачем? Я просто хотела еще спросить про то, что, ну, если вы не видели, и если вы смотрите телевизор, я смотрю гомельское телевидение. Например, все, что там показывают и в Калинковичах, встречали с хлебом и солью эти танки. Женщин привозили танцевать с солдатами. Вы тоже не видели этого? Видите, как, блядь, с караваями встречать, так они гордые. А как вопросы отвечать, так они уже, все уже. Райисполком. Почему вы бросаете трубку? Вы что, вы стыдитесь? Они про танки. А что это не по существу? А что для вас по существу? Я еще раз повторяю. Вопросы по существу имеются. Имеются. Вы гордитесь тем, что вы с хлебом и караваем встречали... Встречали. ...военных? Не гордиться, очевидно. Не гордиться. Посмотрите, и эти люди, эти люди ввели нас вот в сегодняшнее состояние и положение, и сегодня они стыдятся и боятся отвечать на эти вопросы. Алла Валерьевна, я знаю, что вы занимаетесь обеспечением жизнедеятельности жителей Наравлянского района. Но сейчас у нас такая ситуация складывается и в Наравлянском районе, что у нас даже взрывы слышны с соседней страны. И вообще Совет депутатов как-то эту тему обсуждает. Вы допускаете, что и нам может прилететь с той стороны? И что нам делать местным жителям мирным? Есть ли какие-то советы какие-то, не знаю, какой-то план на этот случай? Представьтесь, пожалуйста. Ольга Викторовна. Ольга Викторовна. Так, Ольга Викторовна. Да. Викторовна. Фамилия ваша? Паук. Как? Паук. Андрей, почему оно выключилось? Алло. А-а-а, она бросает трубку. Науменко Алла Валерьевна. Алло. Алло, здрасте. Здравствуйте. Я не из Музырского района, из Октябрьского. Но тут через нас военная техника ехала до вас. И у меня вопрос. У вас там... Слушаю. Там музыка. Да, но идут телефонные звонки. Если по существу, пожалуйста. По военной технике я вам ничего старше не могу. Нет, по войне не по технике. Меня просто беспокоит то, что недалеко от нас в том числе сейчас находится. Обращайтесь по месту жителей. Подождите. Вопрос у меня. Вы для местного населения какие-то рекомендации готовите? Никаких рекомендаций. Абсолютно идет ежедневная спокойная работа. Поэтому я вам никаких рекомендаций, ничего давать не имею права и не намеренно. То есть вы не собираете... У нас идет обыкновенный рабочий день. Если вас что-то интересует, пожалуйста. Если у вас какая-то тема, я ничего комментировать вам не буду. То звоните в свой район, если там какая-то техника передвигается. Я ничего не вижу отсюда и не знаю. И не могу давать никакие комментарии по Октябрьскому району. Не надо по Октябрьскому району, господи. Я же вас про Мозыр спрашиваю. Про то... Да вы сказали, с Октябрьского района у вас в районе идет движение. Если вас что-то интересует насчет военной техники, в министерство обороны, пожалуйста. Меня интересует насчет работы местных органов власти с населением местных. Без каких-либо изменений. Все работают на рабочих местах. Что вас интересует? Позвоните в любой... На приемную из полкома Мозырского. Все работают на рабочих местах. Любой магазин. Все в рабочем режиме. Все. До свидания. Ну, вопрос у меня такой, что вы приграничный район. Я знаю, что слышны даже и отголоски взрывов на территории Беларуси. И меня интересует... Вот в связи с этим у вас есть какие-то рекомендации для местного населения из-за того, что вы приграничный район? И, ну, не знаю, может долетит что-нибудь или как-то. А у вас родственники здесь есть какие-то? Ну, у меня в соседнем районе есть тоже. А в Ельском есть у вас? В Ельском нету. Так вы интересуетесь для общего развития? Да, я интересуюсь тем, как действует местная власть в этих условиях в приграничных районах. Ну, во-первых, я вам скажу так. Что касается Ельского района, никаких отголосок взрывов, как вы сказали, ничего нам не слышно. Ну, в Хойниках слышно. Ну, где Хойники, а где Ельский район. Представляете, где Ельский район? Да, да. Вот. Поэтому у нас, я вам честно говорю, у нас никаких отголосок взрывов не слышно. У нас больше идет шум от железной дороги. Потому что мы возле железной дороги, ну, вернее, едка ездит железнодорожная. Да. Да, у нас больше шум от железнодорожных этих, ну, и вертолеты летают, которые. Это все нормально. То есть это в порядке вещей. Это нормально, да? Это в порядке вещей сегодня. Вертолет летает, это что для вас? Это какая-то нонсенс какой-то? Ну, конечно. Во-первых, вертолеты военные. Во-вторых, вертолеты не белорусские. В-третьих, вертолеты летят в Украину. Это не есть нормально. А вы знаете, что вертолеты не белорусские летают? Конечно. Так на них нету белорусских флагов. Вы их видите над головой? Они летают, как коровы прямо над головой. Я, например, не вижу, например. А вы видите, что они белорусские? Ну, а в Октябрьском летают. Летают очень низко летают. Вы говорите тогда за Октябрьский район. Мы не про технику. Я только у вас спрашиваю, как у представителей районной власти. Вы какие-то готовите для людей рекомендации для жизни? А какие, скажите, рекомендации должны готовить власти? Да. Ну, какие, скажите. Что происходит? Скажите, что происходит? В соседней стране идет война. В стране объявлена чрезвычайная ситуация. Нет. Скажите, объявлено нет? Нет. Нет. Эвакуация объявлена чрезвычайно? Нет. Нет. Скажите, какие в данном случае нужны быть рекомендации? Рекомендации только могут быть одни. Продолжать обыденный образ жизни, ходить в магазины, в поликлиники, кому надо, деткам в сад, в школу и так далее. Жить полной жизнью. Вот какие рекомендации для людей. То есть в соседней стране убивают людей, а нам жить полной жизнью. Правильно? Кто убивает в соседней стране людей, скажите, пожалуйста. Каких людей кто убивает? Вы сейчас серьезно? Вы сейчас серьезно? Подождите, как вас зовут Оксана? Если вы знаете историю, историю вообще, в школе учили историю и так далее и тому подобное, проходили ряд воин. Гибли люди в Великой Отечественной войне, гибли люди за победу и так далее и тому подобное. Что вы тут хотите мне сейчас сказать? О чем сейчас речь? То есть вы живете в приграничном районе, с воюющей страной, и жить обычной жизнью, не обращать на это внимания. И у местной власти нет никакой вообще тактики на случай, если снаряд перелетит границу, например. Какой тактики вы хотите сказать? Слушайте, вот вы говорите, нет чрезвычайного положения. А у меня вопрос, а какого черта у нас нет чрезвычайного положения? А почему мне такое происходит? Потому что вы местная власть. Почему вы? Прямая линия при районном исполнительном комитете, районном совете депутатов для того, чтобы решать насущные проблемы жизни и обеспечения населения. Это не насущная проблема. На нашей территории Ельского района нет чрезвычайной ситуации. Мы работаем в обычном режиме. Что вы хотите от меня узнать? Я не могу понять, что хотите от меня. Почему вы не инициируете какие-то действия для защиты возможной агрессии местного населения, как депутаты? Почему вы живете обычной жизнью сегодня? Во-первых, на территории Ельского района две пограничные заставы работают. Работают как положено. Граница у нас на замке, чтобы вы понимали. Если у вас в Октябрьском нету, то у нас оно есть. Лельчицкий район есть, приграничная территория точно такая же. Люди занимаются своей работой, в том числе и военные. Они работают в свою работу. Мы работаем в свою. Учителя в школе учат, медики лечат и так далее и тому подобное. В магазинах продавцы продают. Что еще? Что еще надо сделать? Скажите, пожалуйста. Что мне создать? Надо какую-то бригаду и поехать туда, собрать здесь людей, поехать туда, раздать им автоматы и поехать туда? Что мне вы предлагаете сделать? А кому вы хотите раздать автоматы? А кому? Вот вы кому мне сейчас предлагаете это сделать? Кому? Я не предлагала такого, во-первых. Ну вы же мне сейчас только что сказали, что депутаты должны что-то сделать. Что я должна сделать? Скажите. То есть вы видите выход только в том, чтобы раздать автоматы? Это ваше предложение, не мое. Нет, я не вижу в этом выход. Нет. Я не вижу в этом выход. Я вижу, что обыденная жизнь должна протекать у людей. Обыденно. Понимаете? Сегодня на работы люди ходят. Сегодня зарплату люди зарабатывают. Сегодня на фермах даются коровы. Сдается это молоко. В магазины зайдите, посмотрите, все есть. Что еще надо? Скажите, что мне надо сделать? Мне кажется, что ничего не надо вам сделать вообще. Ну вот, видите. Что мне надо делать? Вообще вы молодцы. Вмешаться? Вмешаться вам что-то? Что мне надо? Ни в коем случае, ни в коем случае вы должны руководствоваться всеми словами, которые вам говорит Лукашенко. Вы должны поддерживать. А завтра объявят мобилизацию, и вы пойдете по зову лидера белорусского фюрера, нашего агрофюрера, и будете убивать украинцев, и будете жить обыденную жизнь. Мне кажется, что у нас чиновники роботы бездушные и бездумные. Ольга Викторовна, а где вы работаете? Ой, а что вы хотите? Может, наряд милиции ко мне прислать или что? Что значит, где работать? Не, ни в коем случае. Просто мне интересно, как вы живете. Вы говорите о том, где работаете вы, где работаете вы, и какая ваша ответственность за то, что сейчас происходит в стране. При том, что вы сказали выше, нет, мне интересно, при том, что вы сказали выше, вы живете в Республике Беларусь. Я учительница. Вы в Республике живете. Во, видите? Во, видите. И мне сейчас интересно, моя задача, сейчас я вам звоню как гражданка, а не как рабочий элемент. А мне интересно, в наших ли чиновниках есть вообще человеческое что-нибудь? Получаете зарплату, которую зарабатываете. Слушайте, я не получаю зарплату, я ее зарабатываю, а не получаю. Которую зарабатывать. Вы меня слышите, что я вам говорю? Да, получаете зарплату вы и ни черта не делаете. Получаете зарплату, которую вы зарабатываете. Я точно так же делаю. Точно? Я не получаю. О, нет. Я зарабатываю. Мы очень по-разному делаем, очень по-разному. Очень по-разному. Что ещё вы хотели узнать? Я всё узнала, всё, что хотела. Всё узнала, спасибо. До свидания. Всего доброго, до свидания. Живите обычной жизнью и ходите в магазин. Блять, ну вообще, ну просто я в шоке. Это где их надо было отбирать? Что с ними делать? Блять, у каких врачей они освидетельствования проходили на своей должности? Я просто хренею от этого.